МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Свои произведения Карл Уорнер в прямом смысле собирает в супермаркете. В основе его шедевров – овощи и фрукты, кондитерские и мясные изделия. И если вы голодны, то при просмотре этих картин вам непременно захочется откусить от них кусочек. Деревья из брокколи, дома из тыквы, валуны из белой фасоли, капустные и мясные волны. И так можно продолжать бесконечно, пока не потекут сленки. Я не считаю, что эта еда как бы выброшена на ветер. Нет, это очень позитивное и нужное искусство. Но в силу своей природы эти шедевры живут недолго. Увы, но они банально портятся и уже продолжают свой творческий путь на фотографиях мастера. Немножко яркости хлебным горам, вот здесь добавить тень, а помидорам дать немного солнца. И вуаля, картина под названием «Один день» в рыбацких предместьях Испании нарисована. И снова, все настолько убедительно, что хочется всю эту красоту на тему рыбацкой жизни и моря отправить себе в рот. Я использую свою работу как способ заставить детей думать о том, что они едят. Дети будут смотреть на картины из кучи мясных хлопьев под томатным соусом или разноцветных сладостей и представлять себе, как это вкусно. Не только о детях думает художник. Возродить детское воображение у взрослых дяденек и тетенек тоже задача не из легких, считает автор. По сложности исполнения и трудоемкости композиции эти работы не уступают живописным картинам. Вы только попробуйте вот так, аккуратно, сантиметра за сантиметром выложить исторический центр Лондона с его Биг Беном, Колесом Обозрения и прочими архитектурными особенностями. В течение нескольких дней работает мастер и его команда над созданием будущей композиции. Булавки и суперклей, дрель и отточенный нож взамен краскам и кисти. Все детали сначала тщательно прорисовываются на бумаге, а уже потом воплощаются в жизнь. По какой-то непонятной причине некоторые англичане и примкнувшие к ним недальновидные европейцы решают встать с дивана и испытать свою физическую и психическую выносливость в английском городе Лугакэмптон, приняв участие в соревнованиях крепких парней и леди. Еще до старта каждый из участников обязан подписать документ, снимающий ответственность за его жизнь и психическое состояние с организаторов соревнований. В документе так и сказано «Я пришел сюда по доброй воле и прошу в моей смерти или в сумасшествии никого не винить». Не правда ли звучит жизнеутверждающим? Но в результате большинство отчаянных голов становится ясно, что им только кажется, что они сильны телом и духом. И если вы не дошли, а скорее всего не доползли, моя Господа, пощадь до финиша, то вы не можете считаться настоящим мужчиной или даже девушкой. А кем же тогда, по мнению организаторов забега, всего лишь мешком с пылью? Кстати, многие из нас слышали о теории относительности, но вряд ли большинство может эту самую теорию озвучить или хотя бы, как говорится, на пальцах объяснить, что она из себя представляет. И вот британский психолог и художник Ричард Уайзман решил наглядно продемонстрировать то, что все в этом мире относительно, и создал видеоролик под названием «Предположение», который заставит вас усомниться в реальном размере вещей. Субтитры создал DimaTorzok Вот он, рекордный заезд старенького Форда. Любителям кофе к просмотру не рекомендуется, потому что такое, на их взгляд, варварское отношение к их любимому напитку может вернуть в долгосрочную депрессию. Ведь британец Мартин Бейкон при помощи кофе может взбодрить, разогреть и разогнать не только себя, но и свои старенькие автомобили «Ровер» и «Форд». Конкурент нефтяным олигархам установил в багажниках своих автомобилей такие большие и навороченные кофеварки с датчиками, проводами и фильтрами. Правда, лата или капучино они не варят, а из отработанной кофейной гущи производят газ, который, собственно, и приводит в движение моторы этих необычных машин. Гущи спрессовываются в гранулы, гранулы нагреваются в особой печке-генераторе. В результате обработки получается синтетический газ. После его охлаждения и фильтрации образуется топливо. Именно оно и является конечным источником энергии. К слову, кофе двигателю никак не вредит, а наоборот продлевает жизнь шестеренкам и подшипникам. А главное, чтобы давление было в норме. И посмотрите, как мчится эта машина. Так что не спешите выбрасывать кофейную гущу. Остановитесь! Собирайте ее как весьма перспективное, экологически чистое топливо. Ведь предприимчивый англичанин обещает, что еще несколько лет и в вашем гараже будет стоять точно такой же автомобиль. В общем, весело, быстро, а главное, экологически безопасно. Менеджеры библиотеки шотландского города Моделтиан нашли увлекательное маркетинговое оружие в борьбе с патологическим нежеланием населения читать. Прямо в читальных залах своей библиотеки они провели мастер-класс по стриптизу, который счастливым посетителям преподала профессиональная стриптизерша. Расстроенные скептики отмечают, видимо, любовь, в кавычках, граждан к книгам настолько велика, что уже в ближайшем будущем, помимо стриптиза, стимулировать их приход в читальный зал придется уроками национальных танцев, бесплатным массажем головы и книжным пинг-понгом, где вместо ракеток будут использоваться книги. Этот кудрявый мальчуган с ножом в руке явно что-то задумал. Вы только взгляните на недобрый огонек в его глазах. Нож явно настоящий и очень острый. Во что или в кого метит этот бесенок? Здравствуйте, меня зовут Эдвард Пиндер, мне 10 лет, и я работаю в цирке. Я мастер метания ножей, и сейчас я их буду метать в свою мать. От всего этого кровь стынет в жилах. И если не знать, что это цирковая семья, то можно подумать все, что угодно. Удивительно, но Эдвард ставит к стенке свою маму с детсадовского возраста, с 5 лет. И за это время, что он исполняет сей опасный трюк, он ни разу не попал в маму 20-сантиметровым ножом. Сейчас семья Пиндер готовится к гастролям, поэтому после школы маленький Эдвард вместо учебников берет в руки ножи. И метает, 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 само собой, в мать. Порой мне бывает страшно, особенно когда летит первый нож. Сердце выпрыгивает из груди, но я знаю, он отлично их метает. Главное – пережить первый. Эдвард уверен, твердости своей руки – точность и глаз, поэтому в ближайшее время, подкачав мышцы, хочет взяться за топор. И тут же, как говорится, мама, стойте спокойно, а то мало ли что. Вы смотрите разные новости на телеканале РАЗ-ТВ. И сейчас коротко о забавном, значительном и неординарном. Известный своей экстравагантностью каскадер Колин Ферс сконструировал скоростной унитаз. Его детище оснащено двигателем объемом 140 кубических сантиметров и может развивать скорость до 88 километров в час. Руководство лондонского кинотеатра Notting Hill Electric Cinema решило позаботиться о той части аудитории, которая предпочитает занимать места в конце зала, чтобы ближе познакомиться, не вдаваясь в подробности сюжета киноленты. И установило в первых рядах шесть мягких и просторных двуспальных кроватей. Самый дорогой в мире головной убор, украшенный платиной, золотом, бриллиантами и другими драгоценными камнями, был представлен на аукционе Кристи. Стартовая цена этой шляпки от дизайнера Луи Морьетто – полтора миллиона фунтов стерлингов. Создание этого платья стало настоящим испытанием для молодого флориста Джо Масси. Ведь это мечта женщины, в которой автор хотел воплотить все романтическое, что в нашем сознании связано с цветами, создано из лепестков 1725 цветов и весит почти 10 килограмм. Вы смотрели разные новости на телеканале РАЗ-ТВ. Мы прощаемся с вами и напоминаем, что разные новости будут в эфире, покуда хоть одному человеку интересно жить на белом свете. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова